И знаете, мысль или тема и послание, на которые хотел бы говорить сегодня, она несколько недель, какое-то время уже в голове заводит, и она всплывает и всплывает время от времени. И поэтому я посчитал, что возможным, необходимым поделиться, может быть, Господь это и хочет сказать. И знаете, она называется «Сколько ты стоишь?». Сколько ты стоишь? Вот такая тема. И знаете, по поводу прославления, пока садится, мы сегодня на первом служении вспоминали тоже про прославление, что когда играл, научился играть на гитаре, когда в центре был, стал играть на гитаре, и знаете, мне казалось, я потрясающе играю и пою. Ну просто мне казалось, это просто шедеврально все происходит. Но потом я заметил одну такую особенность. Когда я брал гитару, ну и была какая-то компания, мы общались, ну и тут брал гитару, я, допустим, и начинал играть, люди постепенно расходились. Знаете, по одному так раз, оп-оп, чтобы вроде незаметно было. И они так раз-раз-раз все расходились. И я понял, что нужно репетировать, видимо. Видимо, есть еще куда расти. Не все еще, так сказать, я достиг и усовершился. Вот. Ну сейчас меньше расходятся. Ну я и меньше играю, да. Уже, видимо, маленько. А потом брат тоже, по-моему, на первом был собрании, сейчас могу сказать, его нету. На домашней группе тоже я играю, прославляю. И он потом как-то подходит. Антон, тебе не надо играть. Я говорю, играй ты. Он говорит, я не буду. Я говорю, тогда буду играть я. Если ты хочешь прекратить это, начни играть сам. Я с удовольствием не буду играть. Буду слушать и подпевать тебе. Но если никто не играет, тогда будем смиряться вместе. Аминь. Ну и, не знаю, он, по-моему, так и не заиграл. Ну, ладно. Ну, до домашней группы перестал ко мне ходить. Ну, хорошо. Итак, сколько ты стоишь, извините. И мысль, вообще, как мы можем оценить нашу жизнь? По каким критериям? Как мы обычно оцениваем свою жизнь? Предложите мне, вот, пообщаемся. Ну, как обычно мы оцениваем? Чем можно оценить нашу жизнь? Поступки. Аминь. Образовая. Ирина, ты подыгрываешь мне, да? Ты была на первом. Нам не поверят тогда, если только не переигрывай. Ну, шучу. Спасибо, извиняюсь. Ну, да, образование, поступки, достижения какие-то, да? Там, таланты. Потом, может быть, внешний вид как-то, да? Мы, то есть, я как бы круче. Кто вы? Ну, кто я и кто вы? Обычные люди. Ну, и... Ну, правда. Мы же так оцениваем себя, в принципе, вот каким-то по этим достижениям. И интересно. И других точно так же. Мы оцениваем, сравнивая себя с кем-то. И знаете, в зависимости от этого сравнения мы можем попасть в такую интересную сферу. И когда мы лучше выглядим кого-то, ну, нам хорошо, да? Ну, вот я-то круче, я-то способней, я-то достойней. А если мы попадаем в сферу, где другие лучше, тогда, ну, вроде как, вроде как что-то не то у меня. Ну, получается, мы уже испытываем чувство какого-то уничижения. И тогда, и Библия, вот, и о чем я хочу и говорить, чтобы мы поняли, в чем ценность человека. Как, что мы на самом деле стоим. Потому что, попадая в сравнение, мы тогда вот в одну из этих крайностей попадаем. И знаете, я тут одну книгу, как читал, перечитывал, и он видел, как видение такое открытое, что как бы Бог показал. И он говорит, я увидел, оно начиналось так, он говорит, я видел марш, говорит, таких вот вражеских полчищ. И говорит, они шли просто легионы, и каждые легионы врага, они имели свое название. И вот как вы думаете, вот враг, какие легионы могут быть у врага, название легиона? Ну, наверное, там убийство, да, смерть, геноцид, ну, то есть дьявол вот пытается. Ну, интересно, я был удивлен, и, может быть, вы удивитесь. Он говорит, ну, названия, имена этим легионам были маленько другие. Он говорит, гордость, зависть, самоправедность, амбициозность, неправедный суд. То есть это не были убийства какое-то, а получается, ну, а мы же как? Я говорю, допустим, если кто-то лучше нас, мы раз попадаем, ну, допустим, в зависть. Ну, казалось бы, ну, это же мелочь, главное же, чтобы никто не заметил, что мы завидуем. Аминь. Вы завидуете вообще? Я завидую. Иногда. Иногда. Пастору Василию завидую. Все, я сразу освободил себя и всех. Сейчас не завидую уже. Получается иногда не завидовать, а иногда не получается. Еще дальше продолжим. Вы готовы на этой волне говорить? Нет, нет, да, закончим, да. Оставим благочестивый вид. Да нет, мы уберем весь неблагочестивый вид, неправедный весь вид. Аминь. Потому что все равно оно же есть так, как оно есть. И знаете, если зависть не заметили, ну, как бы, ничего страшного. Мы ее погасили, подавили. Ну, зачем я это сказал? Ну, что происходит? Я тут вдруг увидел, что когда мы завидуем, и это не новое такое, но когда мы завидуем, Бог его благословил. И мы себя фактически, мы говорим, нет, а я не согласен. Ну, раздам, ты говоришь, почему его, а почему не меня? Может быть, не все завидуют, но я говорю, в любой момент. Почему его, а почему не меня? То есть фактически мы не соглашаемся с Богом, что он сделал. А мы становимся на другую сторону. Становимся и обвиняем, говорит, нет, это должно было прийти ко мне. И что происходит? Мы, во-первых, закрываем это для себя. Просто закрываем, потому что мы не согласны же, что это сделали ему. Ну, значит, мы не можем претендовать на то, что это сделают нам. Ну, то есть мы отрезали. И интересно, вот в этих вражеских армиях, ну, вы сейчас догадаетесь? Я понимаю. Я был удивлен. Как вы считаете, какой самый был большой по численности легион? Зависть. Представьте. Он говорит, самым большим была зависть. Я думаю, да что, подумаешь, зависть, что в ней такого-то? Ну, завидуем себе, да завидуем немного. Но как только он говорит, мы завидуем, мы обкрадываем, во-первых, себя. Во-вторых, мы говорим, ну, злую хулу на этого человека, что, да, ему зря дали. То есть на Бога говорим, мы не согласны с тем, что произошло. И мы закрываем это для себя. То есть фактически мы поступаем волонтерами в армию, врага в армию. Просто приходим и поступаем, начинаем завидовать. А такая мелочь, извините, но интересно, что, как бы, так же я увидел, что это довольно легко, завидовать или не завидовать. То есть мы можем решить нам, завидовать или не завидовать. Потому что это пришло, но ты можешь сказать, стоп, секундочку, я не собираюсь в эту армию. И ты говоришь, нет, я встаю, наоборот, на позицию благословения. Я начинаю благословлять. И я понял, что это легко дается мне, что мне легко не завидовать и легко начать благословлять и радоваться. То есть, оказывается, это наш выбор. Просто нам подкинули, и либо мы берем, и тогда мы начинаем завидовать и обкрадываем себя, и обкрадываем всех. Понимаете, и поступаем в армию, ну, просто хотя бы контрактниками, но поступаем в эту армию врага. И, казалось бы, это такая мелочь. Но мы уже не на той стороне, потому что Бог это делает, а мы завидуем. И это в наших силах сказать, нет, я благословляю его, просто благословляю. И когда ты его благословляешь, тогда, во-первых, ты это высвобождаешь для себя. Потому что если ты рад, что Бог сделал это кому-то, значит, он может сделать и тебе. Логично? Ну, все очень просто. А если он может сделать тебе, он может сделать всему собранию тогда. То есть, фактически, друзья, от нас зависит, насколько сильно Господь будет здесь двигаться и благословлять нас. Как мы? Закрываем мы вот эти небеса над собой, над другими, либо, наоборот, открываем. Когда это приходит, мы либо благословляем, либо принимаем. И знаете, ну, вторую гордость, да, это когда мы лучше, когда что-то другое, мы говорим, ну, да. И мы попадаем, то есть, как оценить нашу жизнь? Мы вот в этой оценке, оценка в сравнении. Что если ты сравнишь, не, я получше, я получше его. То есть, тогда мы чувствуем себя хорошо, ну, либо что-то не так. Ну, как еще можно? Можно какими-то духовными достижениями тоже же сравнить свою жизнь, да? То есть, ну, вы что, смотрите, сколько я молюсь. Помните ту историю известную? Мытарь и грешник пришли молиться. А, извините, фарисей и мытарь. Что фарисей говорил? Напомните. Спасибо, что я не такой, как он. Я молюсь, я пощусь, я отдаю десятину со всего. А тот стоял, говорит, будь милостив ко мне, грешнику. И кто пошел более оправданным? Помните, то есть, вот эта оценка фарисея, она была, Иисус говорит, она неправильная оценка. Ты не можешь себя оценить сам. То есть, ты попадешь всегда в сравнение. Если ты будешь себя оценить, ну, оценивать сам, ты неизбежно попадешь в сравнение. Этого я лучше, этого я хуже. И здесь ты будешь в зависти, здесь в гордости, либо, ну, в чем-то подобном, подобном близком. И что говорит Библия? Я, конечно, хочу, чтобы мой взгляд смотрели Божий. Смотрите, 2 Коринфянам, 1 Местописание, 2 Коринфянам, 10 глава. 12 стих. И там написано, что апостол Павел говорит, «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». То есть, мысль, когда мы сравниваем, каким-то образом начнем сравнивать себя с собою или с кем-то сравнивать, ну, и в зависимости от себя сравнивать себя с кем-то, других ценить по этому критерии. Он говорит, что мы неразумно поступим. Мы в любом случае будем ошибаться. И наша оценка, она будет искаженная. И в конце 18 стих, знаете, там написано, что блажен, ибо достоин не тот, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Потому что интересно, я говорю, мы попадаем тогда в такую вот область, что по своим делам, а если что-то не то. Ну, допустим, вот вы хорошо старались все делать, вот все делали всегда хорошо, а потом в какой-то момент раз и сорвалось у вас. Бывало что-то подобное у вас? Иакова 2 глава 10 стих, она четко говорит, он говорит, что если ты исполнил весь закон, исполняешь, но согрешил против одного чего-нибудь, там что-то написано, то ты виновен против всего закона. Ну, то есть, как мы тогда будем равняться? То есть, что бы мы ни сделали, кого-то мы будем лучше, но все равно всегда будет. Он говорит, если даже что-то, скажи, ну, когда мы судим других, вот ты готов был, чтобы все твои тайные мысли, дела, поступки, желания, чтобы сейчас на экране здесь показали? Вот если ты праведный святой, хотел бы ты, чтобы показали? И я не готов. Я вообще не готов. Это безобразие будет полное. Упаси Господь просто. И знаете, Бог милостив. Бог милостив, вы ничего не знаете, да? И я ничего не знаю про вас. Серьезно, ничего не знаю. Но как только мы начнем судить по этому, мы все равно попадем. Мы попадем в то, что, он говорит, малая закваска, она квасит все тесто. Что-то одно будет не то, и все. И мы тогда уже будем разрушены. И знаешь, знаете, мать Тереза еще говорила, что, говорит, в последнее время будет, что, говорит, враг будет внушать людям чувство отчаяния большое. Вот отчаяние покинутости. Особенно служителям. Будет такое время, что он будет сеять, что ты ничего, ты никчемный, ничего у тебя не получится. Это прямо атака будет такая, чтобы просто унизить, осудить, обесценить народ Божий, чтобы говорить, что вы незначимы, вы ничего не сможете достигнуть. Я, знаете, одного проповедника читал, он такой, говорит, и знаешь, когда это будет, то есть чувство такого бесполезности, бессмысленности, и потом, что меня сильно так задело. Он говорит, и при этом ты, говорит, останешься в церкви, будешь участвовать в поклонении, будешь продолжать делать какую-то работу для Господа. Но ты, говорит, уже будешь просто деморализован и обезоружен. И у тебя, говорит, придет пассивность, тебе будет вообще без разницы, что происходит. Ну, потому что кто-то оценил тебя, кто-то тебе внушил, что твоя ценность, исходя, может быть, из чего-то, с чего-то, сравнение с чем-то, с чем-то, она не такая. И тогда приходит отсюда цена, говорит, нет, ты не ценен, ты не достоин. Все, и как только ты принимаешь это, веришь, ты можешь продолжать сидеть здесь, поднимать руки, мы вместе будем радоваться. Ну, вы понимаете, но внутри уже все. То есть где-то внутри ты скажешь, нет, нет, это не для меня. Это вот они святые люди совершенные. То есть и ты опять себя оценишь неправильно. То есть это то, что и делает дьявол. Потому что так же других мы ценим. Говорю, мы хотим их как-то унизить, раз себя получше тогда чувствовать, ну, если нормально. Ну, что же говорит Господь? Как же Он смотрит-то на все, на все на это дело? И одно из мест Писаний, вы его знаете, это Первое Царство, 16 глава. Мы, во-первых, посмотрим, что Господь иначе смотрит, а потом уже придем к Новому Завету, как же Он смотрит. Вот Первое Царство, 16 глава, 6 стих. Когда они пришли, Самуил, ну, вы помните идею, это пророк приходит помазывать царя. Приходит в дом Иисея, и он говорит, давай, ему Господь сказал, иди в дом Иисея, там один из сыновей его помажь царя, я тебе на него укажу. Приходит пророк, ну и, разумеется, понимает, что какой должен быть царь? Самый сильный, ну так ведь? Самый смелый, самый умелый, самый веселый, самый находчивый. То есть он и должен быть самый-самый-самый-самый идеальный. То есть и так мы как бы ожидаем, что вот и мы такие цари, главное, если ты нормальный, ты должен быть вот такой. Как мифический христианин. Слышали такую идею? Я читал книги, мне очень понравилось. Мифический христианин, это тот, который молится 3 часа, читает 3 часа Библию, жена у которого, как притч 31 глава, дети всегда самые прилежные и послушные, он с самого раннего утра в церкви, во всех служениях участвует. Ну и, в общем, все у него, куда ни посмотри, что настолько все мило и прекрасно. Он говорит, и мы понимаем, что мы должны быть такими же, но мы не дотягиваем в чем-то. И тогда ты говоришь, эх, не получилось. Друзья, но это, суть в том, что это не существует таких христиан. Это мифические христиане, их нету. На самом деле мы с вами простые, и мы посмотрим, в чем есть ценность наша, и как мы должны и можем смотреть на себя. Скажешь, странно, я вообще стремился к этой идее. Но можете продолжать стремиться к этой идее? Когда-то однажды все равно вы поймете. Почему? Потому что когда ты мифический, более-менее и хуже, если у тебя еще получаться будет. Потому что тогда ты скажешь, ну вы, вы поняли, кто есть кто? Воздайте славу мне. И вы будете ожидать. И потом будет падение весьма великое. Хотя, при том, мы сейчас придем к ответу, к решению. Скажешь, что-то непонятно, о чем ты проповедуешь, да? А сколько мы стоим? Как вы себя оцениваете? Сколько ты стоишь? В чем твой ресурс? Где твой актив? Что ты поставишь на актив? Машину, квартиру, связи? Что ты считаешь своим активом? Вот если мы сейчас будем взвешивать, если мы будем ценить, что, где твой актив? Потому что если праведность, она говорит, писание говорит, она как запятанная одежда, извините. Достижения у кого-то всегда есть больше. Куда мы бежим? Или реклама, да? У нас же реклама тоже нам показывает, какими мы должны быть. Это тоже нас так подсознательно побуждает стать такими. Ну, или чувствовать себя, ну, допустим, ну, если вы, ну, полностью в другой комплекции, как вы станете такими? В принципе, никак и никогда. Ладно, кто-то там еще может, сможет как-то подтянуться, но, а кто-то вообще не сможет. Вот, ну, вот, как я стал этим юнцом? Ну, это что ж, ну, и в чем цель? Я говорю, а ты видишь, ага, наверное, вот эта ценность, наверное, вот так надо жить. И мы оцениваемся относительно этого. Ну, что же, и смотрите, 1-я царь, 16-я глава. «Когда Самуил увидел Елеава, подумал, конечно, это помазание Господа, стоит здесь перед Господом. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на его внешность и на высокий рост, потому что я отверг его». Господь смотрит не так, как человек. Человек смотрит на внешний вид, а Господь смотрит на сердце. Но мысль, первую часть стиха хотел бы взять. Он говорит, ты не смотри на его внешность и на его рост и на его внешний вид. То есть, потому что этот человек так оценивает. Мы смотрим кого-то и мы оцениваем вот так. Как он, что за внешность у него, чего он добился, чего он достиг, что он смог. И в зависимости от этого мы себя или что-то оцениваем. Но Бог однозначно говорит, он говорит, а я вообще не так смотрю. Вот я не так смотрю, как вы. Что вы оцениваете, а я по-другому. Как он на праведность, на дела наши смотрит. И римлянам четко говорит, что он говорит, нет праведного ни одного. Когда вы будете стараться, он говорит, нет. И потом, это римлянам 11 глава, он говорит, он всех заключил под грехом. Я говорю, ну ребят, ну кто старался исполнить, быть праведным делами закона и потом терпел поражение какое-то, скажите. Ну было у кого-то? Это то есть настолько всегда молиться, настолько не думать никаких гадостей, не говорить, не кипеть, не гневаться, не врать, не воровать, там вы думали. Скажут, ну мы уже не воруем. Ну хорошо, что не воруете. Слава Богу. Ну не обманывать, знаете, и так далее. Что-то, кто думал, а потом что-то все равно происходило у него. Бывало что-то, раз, и ты думаешь, ну что ж такое. Понимаете, так вот мысль, он говорит, он всех заключил, чтобы, говорит, никакая плоть не хвалилась перед ним. И мы сейчас перейдем в другую часть уже проповеди. И я вот в Венце хотел бы одну сказать выражение, это тоже одного служителя. Он говорит, друзья, на самом деле в сравнении со святостью Божьей, разница между самыми лучшими из нас и самыми худшими не такая-то большая, как нам порой кажется. В сравнении со взглядом, со святостью Божьей, разница между самыми лучшими и самыми худшими не такая-то большая. Ты скажешь, ну а в чем тогда фишка-то? К чему все это? Ты нас тут вообще расстреливаешь-то и расстреливаешь-то, никто мы, мол, и ничего. Нет, вы кто-то и что-то, но есть наша ценность. И Бог говорит. Хочу сказать, что Бог говорит, оценить нас может только Он. Что взгляд правильный, Он у Него. Весы и мерные чаши и весы, они у Него правильные. И мы должны увидеть, потому что иначе мы попадаем в ложную оценку. И если ложная оценка, ну тогда все страдания. И видите, проблема мы и себя, во-первых, оцениваем ложно, а во-вторых, других оцениваем тоже ложно. Мы и других начинаем вот так же, либо попирать наоборот, либо там преклоняться, обожествлять, если вдруг они лучше. И смотрите, Матфея 3 глава, 17 стих. Там написано, я два местописания прочитаю и потом объясню. И там написано, Иси, это Иисус, когда вышел с крещения. Атеан, Он крестился, вышел из воды, Дух Святой сошел на Него. И Он говорит, Иси, глаз с небес глаголющий. Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И второе местописание, это Римлянам 8 глава, 29 стих. Ибо кого Он предузнал, а это нас с вами, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Друзья, интересно, Библия говорит, что Он говорит, вот Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. А потом Он говорит, что Он нас предопределил быть подобными образу Сына Его. Понимаете, когда мы принимаем Сына Его в свое сердце, Бог говорит, что Мое все благоволение, оно в Моем Сыне. Что Бог абсолютно благоволит к Своему Сыну. И Сын этот начинает жить в нас. Когда мы принимаем, Он начинает жить в нас. И Он говорит, вот Сын Мой, в Нем Мое благоволение. И абсолютно... Скажите, Господь доволен был Христом или нет? Он все сделал. Он все сделал, Он исполнил. Ты принял Его в свое сердце. Ты отказался от всех грехов, от своих дел. И поэтому, друзья, к чему мы приходим? К тому, что либо ты... Точнее, ну не либо, мы с одной стороны. Либо не стоим ничего. Наши дела, вот эти все мы поймем. Как только ты понимаешь, что в принципе, ты тоже можешь ошибиться. В принципе, ты тоже не хочешь, чтобы этот фильм сейчас странслировали здесь на экране твой. Возможно, он будет не такой-то и впечатляющий, как тебе хотелось бы. И тогда, если ты поймешь, что ты не хочешь, чтобы этот фильм транслировали, ты про других фильма требовать не будешь этого. Скажешь, ну давайте не надо. И если ты поймешь, что, ну, немного из нас мудрых, немного из нас сильных, что, может быть, мы-то и не стоим в сравнении с святостью Божией. Как только это ты понимаешь, тогда мы можем принять абсолютную ценность себя. Он говорит, вот сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Мы принимаем Христа, и все благоволение Божие, которое только есть на небе, оно направляется к нам. Оно направляется к Христу, она говорит, Христос к тебе. Ты понял, что твоя ценность не по твоим делам, которые бы ты совершил, по делам праведности, по делам закона, а твоя ценность в том, что, наоборот, ты принимаешь дар Божий и благодать Божию, к которому идет все благоволение. Тогда ты говоришь, какие бы ни были, что бы ни делал я, это все прощается Христом, и моя ценность, она становится в нем. Тогда твоя ценность становится абсолютной. Если твоя ценность... А мы же все равно хотим к себе хорошо относиться. Аминь. Кеша хороший. Но ты же не хочешь себя постоянно как-то каким-то образом... Ты понимаешь, что ты нормальный. Если ты понимаешь, что ты нормальный, но в чем твоя нормальность? В тебе самом? Как ты оцениваешь себя? Серьезно, как ты оцениваешь? Мне прям много недель. Ну и я понял, как, Матси, в чем твоя наивысшая ценность? Я думаю, слушай, пусть моя ценность будет во Христе. Потому что Он реально бесценен. И Он живет во мне. И Бог говорит, в Нем мое благоволение. А что вдруг, если я вот совершал те вещи, за которые мне будет стыдно? Что тогда делать? Как? Как это сотрется? Чем это смоется? Как это простится? Что вот вы сейчас узнаете все. И что мне делать? Все тогда. Меня отрезали, просто и прогнали. Или я могу сказать, что да, да, это одно, но моя ценность не в том. Моя ценность в том, что Христос живет во мне. Скажешь, можно ли нам теперь продолжать грешить? Нет, разумеется. Ты не будешь грешить, когда ты осознаешь, что ты ценен. Он живет в тебе. Ты и не станешь грешить. Но когда ты осознешься, что я грешил, теперь нет мне прощения. Ну все тогда. Тогда отрезаем тебя и идем дальше. Либо влачи жалкое существование. Трепещи, чтобы в конце тебя не наказали, может быть, сильно. Тогда у нас такая жизнь. Мы просто боимся ада, трепещем, чтобы нас не сожгли в конце жизни. Но где тогда Евангелие? За что тогда умирали-то? За что Христос умирал? Ну и все зависит от того, как мы оцениваем, как мы смотрим. И знаете, давайте откроем еще одно место Писания и пойдем уже в Евангелие. Пойдем в добрую, праведную. Друзья, скажите, понятно, о чем говорю, нет? Я так как-то... Ну вот, да будет так. Аминь. Господи, помоги, чтобы все было понятно. И это один из примеров мы видим в Луки 15 главе. Луки 15 глава. Я, с вашего позволения, прочитаю в новом русском переводе. Почему? Ну, интересно там процитировано, смысл не меняется. Там пример блудного сына, когда он вернулся. Блудного сына и старшего брата. Ну, в общем, вы помните, блудный сын пришел, там, думает, бедненький, там, ну, были проблемы у человека. Явно он не мог похвалиться своей праведностью, похвастаться, сказать, что у меня все нормально, на что-то претендовать. Он, ну, реально прогулял и говорит, папа, ну, пойду к отцу, пусть лучше хотя бы слугой. Пусть, знаешь, может, в ад не отправят в итоге. Ну, лучше уж буду в церкви, толку с меня нет. Ну, пусть, ну, может, хоть не в ад, в итоге хоть не попаду, да, там, будете служить здесь всю жизнь. Может, в ад не возьмут вас, ну, лишат. Ну, не лишат, а избавят от ада. И вот, примерно таким мышлением он шел к отцу. Тут отец встречает, он говорит, сынуля, какое счастье. Давай радоваться, ты пришел, ты обратил, ты понял, где ценность. Что ценность не прогулять, не в грехе ценность, а ценность во мне, в отце. Ты пришел домой, он говорит, ура, Эврика, аллилуйя, режем тельцов, все, одежду, идем в бутик, там, куда, не знаю. И все, одеваемся, давай радуй, это радость, ты вернулся, что мы семья, отношения, я тебя ждал. Интересная у них радость, и приходит второй, вы помните, да, второй, который всегда был в церкви. Ну, то есть, и приходим мы, и смотрим, кого-то благословляют. И он, а второй всегда был в церкви, он приходит с поля. И смотрите, что написано. 26 стих, он говорит, он подозвал одного из слуг и спросил его, что происходит. 27 стих говорит, твой брат пришел, ответил ему, и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что его сын вернулся живым и здоровым. Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Тогда отец вышел, стал его уговаривать, но сын ответил, все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка. Сынок, сказал тогда отец, ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Смотрите, интересно здесь два отношения. Как себя воспринимал старший сын, и как отец воспринимал его. То есть сын приходит старший и говорит, отец, я как слуга работал всю жизнь на тебя, и ты, я ничего не пользовался ничем, просто боялся, смирялся, думал нельзя, думал, что пытался заслужить твое благоволение, не был уверен, как ты относишься ко мне, что ты за меня, что ты хочешь мне что-то дать. Представляете, а он ему говорит, сынок, а зачем ты все, а как, так ты это неужели все не из любви делал? Он говорит, сынок, ну видите, два отношения, он говорит, я как слуга был. То есть он оценил себя, что он должен заслужить все это. И приходит тот и говорит, сынок, так это же все твое было. Ты же мог все это брать. Ты же мог жить вот так, потому что я тебя. Поэтому поймите, сейчас просто давайте решим, кто мы. Если мы сынок или доченька, тогда мы сынок, тогда мы дома. Тогда тебе невозможно заслужить эту любовь твоими какими-то делами, потому что тот, ребят, он отверг любовь. Там считается вообще, если брать контекст, что потребовать наследство у отца, в Израиле в то время, это то есть, ну их камнями забивали сразу же. То есть это настолько неуважение при жизни отца потребовать наследства. То есть, ну я говорю, там еврейский контекст, это просто страшное дело, что он сделал. Имеется в виду, он сделал хуже того, что уже не сделаешь, вообще не придумаешь. И реакция все равно была, он говорит, подожди, как только ты понял. Помните, он идет и говорит, отче, я согрешил. Как только у него было покаяние, что отче, я согрешил. И я сам по себе, ну немного-то значил. Тогда сразу же пришел ответ отца, извините, сын мой, сынок. Он его сразу же забирает. Когда мы понимаем, что при всех наших хороших делах, что-то может пойти не так хорошо, и где-то мы тоже можем. И тогда как мы себя оценим? Со своими делами или мы оценим себя с Божьим отношением? Что мы все равно сынок, что мы все равно доченька, что мы все равно приняты, все равно папа есть, папа живой. Сейчас много об этом говорится, но значит такое время, чтобы мы осознали, что папа жив, что папа за нас. Аминь. Что папа принимает. Тогда, знаете, мы себя оценим, правильно оценим. Тогда мы и других будем оценивать так же. Папа в нем. Папа за него. Что он может плохого сделать? Может быть, он сделал плохо. Мы можем плохо себя вести, безусловно. Но это не наша сущность. Надо понять, что можно конфронтировать с действиями человека, но нельзя ставить под сомнение его ценность и сущность. Он может глупости творить. Мы можем глупости творить. Но сущность наша, она бесценна. Просто если вы принимаете на себя, что вот то, что говорит Бог, тогда вы бесценны. Потому что вот сын мой возлюбленный. Мы подобны образу сына. Он говорит, вот мой сын, в котором мое благоволение. Абсолютное благоволение Божье, оно относится к Христу, который живет в вас. Абсолютное благоволение. И тогда мы говорим, в чем моя ценность? Иисус умер, он и воскрес, он и ходатайствует за нас. Тогда кто будет обвинять избранных Божьих? Как Римляна 8 дальше говорит. Он говорит, никто, Христос умер, он и воскрес. Кто осуждает? Он говорит, никто. Он одеснуя Бога и ходатайствует. Он говорит, если он, ну и так дальше, он сына своего не пощадил. Как он с ним не дарует нам и всего? То есть Павел говорит, друзья, вы поймите, просто поймите, что мы уже приняты. Мы воссозданы новые существа духовные. И это наша ценность, абсолютная ценность. И да, мы абсолютно ценны. И здесь несколько советов уже в свете нового, уже советов применительных. Если кто-то выйдет музицировать, будет хорошо. Татьяна, ну все, ты вчера вообще уловила. Круто. Мы же как только, ну все разные проповеди. Я вчера дольше первую часть, как-то она так шла легче. Вот, вторую под конец уже было. И в чем, в чем, как же быть-то теперь с этим, как практически это применять? Несколько советов. И первое, вчера, вчера Игорь хорошо проповедовал о пожертвованиях. Он эту мысль, я говорю, о, часть проповеди рассказал, мне легче будет. Он говорит, знаете, раньше мы, когда планировали свой год, мы планировали, исходя из того, что у нас есть или возможно будет. А сейчас, говорит, мы решили спланировать свой год, исходя из того, что Бог может сделать. Как вы живете? Как вы смотрите на свое будущее? То, что вы можете сделать? Или то, что Бог может сделать? Вместе с вами, вместе с нами. Друзья, когда вы приложите все старания, все усилия, будете очень стараться вести себя правильно и все делать, вы можете добиться многого. Серьезно, вы можете добиться очень многого, но вы не добьетесь невозможного. А что, если призвание Божье, оно невозможное, оно больше, чем возможное? Ухватывайте. Сделайте все правильно. И если это вы будете вы, оцените себя опять своими силами, вы много хорошего добьетесь. И круче многих будете из нас. И будете говорить эти обычные люди. Ну, а что, если его план больше, чем вы можете добиться сами? Тогда как мы оценим себя опять? Тогда где мы сравняемся с этим? Что мы будем ставить? Или мы скажем, Господи, да будет воля Твоя. Я постараюсь сделать все, что могу. Ну, разумеется. Ну, пусть результат будет гораздо больше, чтобы никто не сказал, что это я. Аминь. Понимаете, на что мы рассчитываем? На естественную жизнь? Тогда ведите себя правильно, поступайте хорошо, думайте про себя хорошо внутри, про других хуже. Ну, и как бы вот живите во всем, о чем я сказал сначала, лишь бы никто не заметил. Иногда все равно это будет вылазить, вы будете себя корить, не за то, что вы так чувствуете, а за то, что это вылезло, и мы все узнали. Ну, как что вы всякую ерунду думаете? О нас там или о ком-то иногда. Ну, как бы вот, вот ценность ваша, ценность других. Все, вы оценили себя. Ну, а что, если у него правда есть план? И историю одного, одного тоже хочу сказать, служителя. Он был автослесарем в маленьком городе. Так, экспромтом она тоже пришла сегодня. И говорит, представляете, Бог приходит к нему в ванную. Иисус, говорит, заходит и говорит, ты повлияешь на весь мир, ты будешь учить, ну, весь мир, в общем, то-то, то-то, то-то сделаешь, ты будешь то-то, 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 то-то делать. Он автомеханик в небольшом городе, поймите. Это вообще никак не соотносилось. Ни с мечтами, ни с представлением, ни с планами, ни со способностями его. И он, и он говорит, я... И представляете, он потом говорит, Иисус такой раз пошел уходить, такой повернулся и говорит, время покажет, во что из этого слова ты поверил. И говорит, ушел. Ну, понимаете, насколько время покажет, поверил ты вот в это невозможное, или ты остался в естественном, верить вот в свои способности. Друзья, ну, к чему-то другому мы призваны. Аминь. К себе так относиться и к другим так относиться. То есть, как, что мы другим посеем? Приди в церковь, будешь вечно грустным, будешь стараться, чтобы в ад не попасть. Приди, сдавай деньги, не греши, смиряйся. И, может быть, тебя потом не сожгут. Ну, весьма сомнительная Евангелие. А кто здесь, чтобы в ад не попасть? Ну, сейчас уже не поднимайте. Ну, сейчас уже. Но вы, доченька, Иисус не попадет в ад. Вы приняли Христа, вы уже не попадете в ад. Вы будете верить. Вы можете умудриться все это. Можно постараться и все это запортить. Можно, в принципе. Знаете, как говорится, велики дела твои, Господи, а детей твоих, аминь. Можно постараться, но если не стараться это испортить, наоборот, принять вот эту идентификацию Божию, любовь Божию, тогда это все будет двигаться. Интересно, он дальше, ну, и дальше вот эта история, если заканчивать, я просто эту мысль закончу. И он говорит, представляете, этот человек сейчас приносит, действительно уже выполняет то, что говорил ему Бог. Он влияет на весь мир, ну, на какую-то часть мира. Реально влияет, реально служит. Он обогащает просто, ну, вот учением, жизнью своей, многих-многих людей, меня в том числе. То есть ты чувствуешь, что это, ну, жизнь течет, жизнь. Он понимает, он как истины Божьи говорит. И потом, говорит, однажды он написал книгу, а одна богословская семинария сказала, слушай, давай мы твою книгу сейчас перепишем в диссертацию, потому что, в принципе, там столько истин, по Писанию все, и давай мы тебя сделаем доктором богословия. Ну, представьте, он говорит, кем? Ну, ну, доктором так доктором, ну, почему нет? И он говорит, я уже маме сказал. И мама такая тоже, ес! Я знала, что из тебя что-нибудь получится когда-нибудь неудачника. Ну, все, все, он уже доктор. Ему уже одели эту штучку с кисточками, он уже в халате, в манте принимает эту семинарию. Ну, все, он доктор богословия. Ну, что, заслужил человек, написал книгу. Ну, и хорошую, видимо, книгу. Я читал ее, но ничего не понял. Ну, ладно, шучу. Шучу. Ну, я ж не должен все понимать. Вот. И, ну, шучу, я что-то понял. Ну, перечитать надо, да? Это история, что там кто-то приехал, и проповедники. Йонгичо проповедует на конференции о молитве. И говорит, самое главное в жизни – это молитва. И говорит, представьте, проповедует. Второе собрание. Говорит, самое главное в жизни – это молитва. И говорит, представьте, один в один примеры. Один в один местописание. То есть пять одинаковых проповедей сказал на конференции за три дня. Он говорит, мы сидим потом в конце. Мне, говорит, друг говорит, ты что сидишь? Ну, и как бы, ты что сидишь? Он говорит, да пытаюсь понять, что он говорил. Говорит, а Господь мне говорит, а ты, говорит, кассеты купи. Поэтому, к чему мы сейчас-то рассказывали, не знаю, давайте вернемся, а то мы сейчас с вами про книгу. Ну и, представляете, он говорит, все, и у меня вот-вот уже вручение этого диплома, ну, да, докторской степени. И Господь приходит. Он говорит, и что, ты доктором решил стать? Он говорит, я понял, что сейчас что-то произойдет. Потому что так же все нормально. Зачем приходить, да, Господу, если и так все нормально? Он говорит, я ему говорю, ну, а что ты против? Ну, точнее, он говорит, ну, да. Ну, и Господь мне говорит, а что ты у меня не спросил? Он говорит, ну, а что ты разве против? Ну, дело-то хорошее. Он говорит, ну, да, я против. Он говорит, а почему? Он говорит, пойми, вот сейчас все смотрят на тебя и понимают, что это я в твоей жизни. А, говорит, потом ты станешь доктором, и все будут думать, что это ты такой умный. А мы же, говорит, с тобой знаем, что это не ты такой умный. Поэтому, друзья, где, где наши, где твои ожидания? Насколько, у меня есть огромная цель. Ну, как не цель, а обетование Божье. И я знаю, что я не смогу исполнить. Я говорю, Господи, а мне вообще надо что-то делать или нет? Потому что, с одной стороны, я могу, ну, и мысль вот здесь, вот первое, что это на ожидания влияет на твои. Второе, знаешь, такая мысль, вот пятницу на молитве пришла. Не относись слишком серьезно к себе. Ну, не надо слишком серьезно к себе относиться, что что-то от тебя как будто бы зависит. Ну, что-то зависит от тебя. Но, может быть, не так много. Ну, не надо слишком серьезно относиться к себе. И я тут же думаю, ну, какая-то мысль странная, да, думаю, такая, ну, нарушит нашу решимость этих целей и так далее. А потом нет. Думаю, подожди, а Новый Завет говорит. Если, говорит, не станете как дети, помните, не войдете в Царство Небесное. Что, Иисус же знал, что говорил. А в чем сила детей? Они же не своими ресурсами живут. Ну, понимаете? Они же понимают, что они воюют не своей силой. Как мы сегодня узнали. Папа, заплати. Папа, я иду на батут. Заплати. Ну, условно. Ну, понимаете? Ну, так ведь? Ну, вы дети или нет? Он ему говорит, сынок, сынок, кто-то служил. Он говорит, сынок, что хочешь-то вообще в жизни? Служить хочу тебе и не есть. И злым быть потом на тебя, что ты мне ничего не даешь. Ну, странная концепция. Но это твой Бог. Ты так, ну, не твой Бог, а твои представления, на самом деле, о Боге. Потому что Бог не такой. Бог мы видим другой. Аминь. Он говорит, аминь. Да давай зажгем. Пришел грешник, кто грешил, ушел. Он говорит, да давай зажгем. Давай праздник. Давай будем радоваться. Давай вечеринку закатим. Наконец-то в церкви радоваться. Да что же вы. Он говорит, да давай радоваться будем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Потому что, говорит, сын твой пропадал и нашелся. А ты всегда со мной. Все мое твое. А нам надо радоваться, что они находятся. Что тут другие находятся. Почему? Потому что мы-то уже найдены. У нас-то уже все это есть. И все вот это, то, что есть у Него, оно уже наше. Почему? Потому что ты хорошо себя ведешь. Ты заслужил. Или ты кто-то. Или кто-то живет в тебе. Или кто-то есть в тебе. К которому все благоволение Божие идет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И дальше сейчас можно сколько угодно говорить. Потому что там это и Матфея, где про сокровища. Найдя сокровища, он говорит, продает все остальное. А эту жемчужину забирает. Потому что, говорит, она ценнее всего. Друзья, поэтому где твоя ценность? Сколько ты стоишь? Я? Ну, сам по себе, наверное, я немного стоил. Ну, я могу себя сравнить. Да, тоже какие-то себе эти мнимые регалии привесить. Ну, а что если абсолютно меня измерить и спроецировать сейчас? А что, если там будет что-то, чтобы я не хотел, чтобы вы знали? Тогда у меня два выхода. Основываться на этом. Или принять, что, возможно, я не стою. Сам много. И принять тогда безусловную ценность его. А я стою столько, сколько стоит Христос. Он за меня заплатил. И я стою. Я бесценен, друзья. И вы тоже. И мы можем принимать две этих стороны, две этих ценности. И, следовательно, если я бесценен, тогда и вы бесценны. Я буду к вам так же относиться. Я должен к вам так же относиться. Ты бесценен. Может быть, ты этого не знаешь. Может быть, ты ведешь себя как-то странно, исходя из того, что ты бесценен, а ты как-то пытаешься лучше стать меня зачем-то. Хотя у нас все равно одна ценность. Но, тем не менее, я буду так к тебе относиться. Почему? Потому что я знаю, сколько я стою. Друзья, и поэтому примите, определитесь. Либо вы бесценны, и мы сынок и доченька Божья, которая принимаем все счастье, все будущее, с оптимизмом смотрим в будущее, с надеждой. А что, если правда Бог есть, друзья? Вот пришли, да? Ну, мы правда так живем же иногда, что как будто бы нету. Старший сын даже так жил. Он говорит, я как слуга работал, ты ничего мне не дал. Но, а что, если он у него шире, а у Бога, оказывается, планы были шире. И последнее, друзья, это мысль, тоже мы давно еще молились, как такая мысль пришла, как новый народ. Она не новая, но тем не менее. Новый народ. Вот в чем смысл? Что, я думаю, Бог поднимает сейчас вот этот новый народ. Мы с вами, которые служат Богу, идут за Богом, любят Бога, не для того, чтобы заслужить что-то, а потому что из любви, что они уже приняты им. Понимаете, не для того, что ты все делаешь, чтобы одобрение заслужить. Нет, а которые приняли одобрение, и теперь служат, чтобы просто из радости, что абсолютное одобрение и благоволение Божие у них есть. Они просто счастливы, и они с оптимизмом смотрят в будущее своей жизни, и с оптимизмом смотрят в будущее окружающих людей. Потому что они понимают, что если они поверят, если они подключатся, тогда все плохое и злое, оно сломлено будет. Аминь. Сразу, не сразу, может быть, какое-то время придется, но оно уже сломлено во имя Иисуса. Потому что уже абсолютная ценность есть во Христе Иисусе, чтобы Бог сказал, все мое благоволение в нем, а он в нас уже живет. И тогда мы... Друзья, а что если все-таки... Вот все-таки... Вот представляете, сколько здесь богатства сидит сейчас? Даров, талантов, кладезь, сколько вот совершенства, сколько творчества здесь сидит. Представляете? Ребята, это же бесценно. Вот вы, в том, что мы сидим, и то, что мы можем сделать, если мы... Но только не для того, чтобы заслужить благоволение, а уже исходя из этого благоволения, мы скажем, Господи, что будем делать? Что будем делать? Где перевернем этот мир? Где эту заварушку эту сделаем, совершим? Аминь. Что такого можем сделать? Где встряхнем это? Где пробудиться? Как мы можем раскрыться? Представь, что если мы каждый раскроемся, а мы раскроемся во имя Иисуса, потому что это дойдет до нас, просто дойдет, дойдет, опустится и поднимется огромным, вот просто фонтаном оптимизма, надежды, веры, любви, действия поднимется. И мы уже будем служить, потому что мы уже Божий народ, и нам не надо уже благоволения. Оно у нас уже есть, как у детей Божьих, когда он говорит, сынок, вот мое благоволение в нем. Друзья, ну, да благословит вас Господь, нас, нас. Аминь. Давайте поднимемся, помолимся. Спасибо тебе, Татьяна, очень хорошо играешь. Давайте помолимся. Прославление как раз поднимается. Господи, спасибо Тебе. Спасибо тебе, драгоценный Господь, за слово, за истину Твою. Спасибо тебе, что... Возьмите кого-то рядом. Спасибо тебе, что рядом со мной стоит Твой сын, Твоя дочь. И я являюсь Твоим сыном, Твоей дочерью. Спасибо, что Ты принял нас, Твой чудный свет. Я молюсь, благослови, благослови кого-то, благослови соседа, дай понять нам, понять нам, кто мы для Тебя, кто мы в Тебе. Спасибо, что Ты прощаешь, все убираешь, убеляешь все наши грехи. И делаешь нас святыми, непорочными и неповинными перед Тобою во Христе Иисусе. Спасибо, Иисус, что Ты стал нашей ценностью, Ты стал нашим активом, стал нашим достоинством и достоянием. Ты стал нашей ценностью, Господь, которой все благоволение Божье. Ты ресурс наш во имя Иисуса Христа. И да будет так, да будет воля Твоя в нашей жизни. Благодать. Дай, чтобы наше мышление пришло в соответствии с Твоим Словом, с тем, кто мы и кто ты, что Ты бесценен, и мы бесценны. И то, что люди вокруг нас, во Христе Иисусе, они также бесценны. Во имя Иисуса Христа пусть придет благодать, благоволение, благословение Твое, рост Твой, свобода, победа и радость Твоя. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. И весь народ Божий да скажет радостно. У-у-у-у! Й-й!